Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Отвечу на ваши комментарии, тем более спонсор канала Светлана задает такой вопрос. У меня всегда белки глаз желтоваты. Когда белки глаз желтоваты, это говорит о том, что у человека в конституции индивидуально сильно, или вернее так сказать, более-менее сильно выражен жизненный принцип желчи. Из-за этого белки глаз бывают желтоватые. Не так уж сильно, но есть такое. Особенно если не слегка желтоватые, но чуть-чуть самое, то на это особое внимание не обращать надо, тем более если вы знаете свою конституцию. А вот дальше она пишет, сейчас кажется сильнее. Если белки глаз у вас становятся более окрашены в желтый цвет, это уже говорит о том, что жизненный принцип желчи начинает преобладать, то есть в организме начинают накапливаться желчные шлаки. И это отражается на белке глаз. То есть уже надо об этом подумать. Как там работает печеночка, что там у нас в порядке, не в порядке. То есть следить за работой своего организма. Далее. УЗИ раньше ничего не находило. Сейчас собираюсь еще сходить. Но насколько я понимаю, УЗИ конечно может там что-то там найти, но вот я вот все вам говорю, что существуют конечно методы исследования и диагностики вот по приборам, там УЗИ. А есть вот особенно раньше врачи, целители, все это делали по тем или иным признакам организма. Они вот как раз ориентировались. Если допустим жизненный принцип желчи перевозбужден, то что у нас будет? У нас будет ну да, слегка желтоватые белки глаз. У нас может быть на языке желтенький налет. У нас может быть моча, знаете, вот такая желтая, такая горячая. Но некоторые другие признаки, а именно там допустим может быть какая-нибудь сыпь на коже, раздражительность повышается. То есть это все говорит о том, что у нас произошло перевозбуждение жизненного принципа. Чтоб дальше не усугублялось, надо уже согласно рекомендациям, как уравновесить жизненные принципы, надо просто-напросто посмотреть, что вы там едите. Может вы слишком много горячего едите, может быть вы слишком много жгучего едите, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и плюс еще там различные вещи. И вы легко это все устраните, и будете нормально себя чувствовать. Дальше. И кажется, попробовала пить сок свекла и морковь, и окрашивается моча и кал, значит нельзя пить. Почему нельзя пить? Все это можно пить, но смотрите, если у вас в свекольный цвет окрашивается моча, начнем с мочи, это говорит о том, что просто-напросто в начале у вас почки слабоваты. Потому что при хорошем пищеварении все, что вы съедите, на выходе, не должно мочу окрашивать, ни в какой цвет, и никакого запаха съеденного продукта не было. Это говорит о том, что нормально у вас работает желудочно-кишечный тракт. Но то же самое и о кале. Все это говорит о том, что началось какое-то расстройство. Вначале вот так вот оно, говорит, незначительно, вот по таким вот признакам там можно судить, что что-то в организме работает не так. Но хорошо сок свеклы и моркови, когда вы соединяете вместе и пьете, что он начинает там выводить и желчные шлаки, начинает выводить, он начинает очищать там и печенку, он начинает очищать весь организм. То есть вот когда идет вот этот сам процесс очищения, то могут там, знаете, и ладони в морковный цвет окрашиваться. Но поначалу, когда много, допустим, разного рода там шлаков, когда у нас плохо работает печенка, когда вот наш организм еще там, так сказать, не в порядке, вы начинаете все это дело применять. Естественно, это говорит о том, что сок начал работать. Это хорошо. После того, как вы попьете хотя бы там недельку, не надо там много пить, грубо говоря, стаканчик утром, стаканчик там вечером. И будет нормально. Через недельку уже посмотрите, что у вас происходит. Нормализуется, не нормализуется. Далее она сообщает, испугалась и перестала. Не надо. Дело в том, что, знаете, вот если какая-нибудь другая бы еда была, и пишет, как быть, благодарю. Если бы какая-нибудь другая там еда была, ее бы можно было бы там отставить. А что касается вот сокотерапии, и как раз сейчас сезон у нас, конец августа настаёт, сентябрь, обилие вот этих всех овощей, фруктов. И их так просто не переешь, но зато можно усиленно заняться сокотерапией. И это очень хорошо очистит ваш организм. Если никаких, вы не ощущаете каких-то неблагоприятных изменений в здоровье, в самочувствии, то вот это есть не что иное, как реакция пожелтения, значит, белков, окрашивание мочи, окрашивание там стула. Это, естественно, реакция организма на то, что сок начал работать, и всё это выбрасывается. Поэтому продолжайте заниматься сокотерапией, и через недельечку посмотрите, что у вас изменилось. Она работает довольно-таки быстро. Слишком много не надо, там, по 3 литра глушить этого сока. Вот где-то достаточно по пол-литра в день, допустим, 250 грамм в качестве завтрака выпили, и примерно перед ужином ещё 250 грамм, потому что соки всё-таки обладают мочеводным эффектом. И вы хорошо промойте свои вот эти все почки, печёночку, и далее смените лимфу. Так что продолжайте, не бойтесь, следите за своим самочувствием. А это указание на то, что соки работают. Моё обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.